Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы отбили нападение на нашего друга, можно сказать, Реймонда, которого атаковали саламандры. Мы узнали много всего про башню на болотах, теперь нам нужно поговорить с Деклоном Леварденом. Пристань теперь безопасна. Пристань теперь безопасна. Я знал, что профессионал сможет с этим справиться. Вот твоя награда. Спасибо. Пусть твой бизнес процветает. Да? Так. Я ищу камни, типа сифироты. Я ищу камни, которые называются сифироты. Их должно быть десять, мне пока не удалось найти все. Может быть, тебя интересуют редкости и древности? Да, я знаю об этих камнях. Когда-то я купил себе один, думал, в нем есть магия. Магии нет. По крайней мере, мне не удалось ничего с ним сделать. А я немало заплатил магу за то, чтобы он его изучил. Тогда, может быть, ты мне его продашь? Продать тиферет? Знаешь, а он мне начал нравиться. Я хорошо заплачу. Пятьсот аренов, например. Декла, ёпта, ну да ладно. Вообще-то я ношу тиферет при себе в качестве амулета. Так что мы можем завершить сделку прямо сейчас. Декла, ну ёпта, ну. Ладно, пятьсот так пятьсот. У меня есть пятьсот аренов, которые я с удовольствием потрачу, чтобы купить твой сефирот. С грустью расстаюсь со своим камнем. Не гони. Но если я его не продам, пострадает моя репутация корыстолюбца. А при моей профессии такой имидж очень важен. Тиферет теперь твой. Да, спасибо. Хорошо, что хоть, блин, оставаться на чеку. Ой, бля. Хью-мой-хью. Да? Да, манда. Мне кажется, ты что-то знаешь про Саламандр. Я сама невинность, ведьмак. Я ничегошеньки не знаю. Посмотрим. Есть ещё важные вопросы? Или я могу вернуться к своим делам? Надо поговорить о твоих делах с Саламандрами. Я знаю, ты заплатил, чтобы профессора освободили. Ты шутишь, я полагаю? Намекаешь, что я бы мог принять на работу преступника? Почему бы и нет? И я провернул всё это настолько неуклюже, исключительно, чтобы меня заподозрили, видимо. Оставь меня в покое. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Доказательств у меня нет. Так что пока оставим этот вопрос. Мудрое решение, ведьмак. Может быть, тебе стоит почаще доверять интуиции? То есть, это всё? Окей. Офигенно. Ладно. Тогда давайте отправляться. Чё, какие ещё у нас? Перевези меня. Да. Хочется побыстрее закончить с этой локацией. Вон там, я смотрю, уже утопец тусует. Ну ладно. У кого тут есть? В пещере есть сифирот? Интересно. Даже забавно. О, кирпичники вернулись. Эти топкие ямы, видимо, ничто иное, как глиняные карьеры. Гениально. Не знаю. Ты параноик, может быть? Может, в этом всё дело? Такс. Трапа через лес. И где-то тут пещера. Да, это, пожалуй, надо обойти. Потому как хер я пробьюсь через этот кустарник. Похоже, здесь вход в пещеру. Воу, хенопс. Это было тупо. Ладно. Пошли. О, волки. А их можно силовым стилем? Да, силовым стилем их проще. Так, шкурки. Шкурки стоит собирать. Да в чём проблема? Там за шкурки нам заплатят. Если чё. Ну, вроде, ничего нет. Такс, 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 такс. Иду по приборам. Во. Привидения и волки. Офигенно. Да какого ж мать его ёб... Наконец-то. Господи. Какие же неудоб... Фига. Вот это, конечно, хорошо я зашёл. Так. Блин, это говно. Не особо дорого стоит. Ну, то есть, оно вообще ничего не стоит. По-хорошему-то. Так. Ну, давайте завутаться, в принципе. Хорошо, я тут зашёл. Мне аж самому понравилось. Так. А, это защитой. Да шо не так? Я не понимаю. Просто иногда. Да. Да, блин, территория. Тут два хода. Туда и туда. Пошли сначала сюда. Так. Ну, волки это такое. Да даже не враги, в принципе. И чё... И чё... Вот... Какого хера ты прячешь меч? О, ещё один. Незаметные такие. Шо пипец. Так. Ну, там ничего вроде нету. Там... Всё в завалах. Так. Я думаю, по центру лучше не ходить. Таких грибов наберём. А вдруг... Не, ну вроде никак. Вот это какой-то большой гриб. И не активен. Значит, скорее всего, он квестовый. Так. Ещё туда был ход. Давайте вернёмся. И осмотрим таки полностью всю эту... Пещеру. Саркофаг Ворон. Ворон, Ворон, Ворон. Что-то, блин, знакомое. А квестового ничего не выпало из этого всего? Нет, только Сефирот. Откуда взялся этот волк? Его не было просто. Банально не было. Респь... Скорее всего. Это только меч. Причём самый обычный. Ничего особенного. Чё, возвращаемся? Чё, возвращаемся? По тёмному-тёмному коридору. Так, ещё сюда ход у нас был. Никуда не уйдёт. Хорошо. Значит, пещеру мы обследовали полностью. На все 100%. Можно отсюда убираться. Ещё один знак подняли. Довольно удобно. Хотя его надо качать, чтобы он был хорошим. Но в любом случае. А, простите. Прерывали. Телефончик. Бывает. Так. Чё тут у нас по итогам? Не понял. Кладбище каменных големов. Окей, ну давайте по дорожке прямо пройдём. Ну давай, выласть, выласть уже, выласть. Хера вас тут. Ну, вроде порешал. Как бы не особо сложно. Такс. Бежим дальше. Получается, аж где-то на той стороне. Они респавнятся. Так ведь? Ага. Теперь на этом острове только пиявки живут. Окей. Стойка. В него чё-то надо положить. Но явно у меня ничего на него нету. Окей. Тут есть обелиски. Да, ну давайте пойдём где-то в эту сторону. Посмотрим, чё тут да как. Что это за говно? Я что, не могу пересечь эту лужу? А, нет. Вроде могу. Кто тут живёт? Живут друиды. Старший. Чего тебе, путник? Здорово. Разве это не виверны? Виверны. Невероятно. А как же вы их покорили? Приручили ведьмак. Тяжким трудом, несомненно. Можно договориться с любым животным. Поверь, они не принимают зелья, и крылья у них не подрезаны. Сам посмотри. Забавно. А несчастный случай? Ни одного. Кроме того идиота, который попытался почистить виверным зубы. Понятно. Ясно. У тебя есть ещё вопросы? Ну а чё продаёшь? О ритуальных растениях. Вот это интересная книжка, но 600 я за неё ни в жизни не отдам. Такс. В принципе, держи курочку, попробуй. Ну и всё. Дуид, волк, виверна, виверна. О! Что, белый волк? Триада. Гвинблейд? Другой ведьмак, Берингар, был здесь до меня. Один был тут. Спрашивал про травы, чудовищ, и почём мхи в городе. Кажется, он хочет заработать денег на продаже трав. Потом он исчез. Внезапно. Бродил вокруг проклятой башни. Может быть, он наткнулся на особенно сильное чудовище. Не знаю. Может быть. Спасибо за помощь. Вафаил, Гвинблейд. Красивая. Такс. Что это значит? Что это значит? Ну, белый волк. Белый волк. Ты знаешь меня? Мы не встречались, но твоё имя идёт впереди тебя. Ты можешь знать обо мне больше, чем я сам. Я потерял память о своём прошлом. Наверное, это и к лучшему. Некоторых людей и некоторые события лучше забывать. Тем не менее, мне жаль тебя. Ты можешь мне помочь? Увы, нет. Я не знаю лекарств. Может быть, мои сёстры из Бракелона смогли бы помочь, но они далеко отсюда. Расскажи-ка про Бракелон. Расскажи мне про Бракелон. Бракелон — родной дом для Дриад. Дикий лес, не тронутый человеком. Правители окружающих стран хотят захватить лес, так что люди и Дриады постоянно сражаются на его границах. Кто побеждает? Наши лучницы несравненны. Но ты и сам найдёшь ответ, ведьмак. Сколько ещё сможем мы сопротивляться той грубой и бездумной силе, которая сделала людей хозяевами мира? Ладно. Так ты согласна с эльфами и краснолюдами, которые сражаются за свою независимость? Эти дети? Они давно забыли смысл борьбы. Осталось только жажда крови отмщения и презрения к людям. Они не понимают, что сами стали похожи на людей. Мы просто защищаем наш дом, Гвинблейд. И не хотим сбросить людей в море. Что ты тут делаешь? Это секрет. Но могу сказать, что я использую возможность прийти в эту рощу, полной старых прекрасных деревьев. Расскажи мне про бракел... Бракел... Кто побеждает? Наши... Почему вы не можете договориться с людьми? С вами не бывает компромиссов. Вы считаете любые уступки проявлениями слабости и акты доброй воли ловушками. Вы никогда не сможете принять нашу инаковость. Никогда. Хорошо. Расскажи мне... Бракелон наш дом. Эйтне наша госпожа. Мы живем в гармонии с лесом. Никто не знает наших путей сквозь чищобу. Никто не знает лес так, как мы его знаем. Вы счастливы? Мы не отличаемся от людей в своих горестях и радостях, хотя конец наш близок. Война с людьми продолжается. Число наше сокращается, и граница бракелона тоже. Печально. Держитесь. Может, ты мне еще что скажешь? Нет, это все. Тикц. Ладно. Друид, друид. А тут уже враждебные. Смотрю, пять шагов прошел, и все. А у них тут есть свой обелиск. Вот. Так. Давайте его зажжем. Здесь у меня есть чем, конечно. Ага. Нет. Нету. Плохо. Так. Но я не знаю, что туда нужно. К каменному голему. Вот. Давайте-ка еще сюда заглянем. К этому обелиску. Да. Сефирот слился в свой обелиск. Уже древние магии все еще действуют. О, лесорубы. Мне нужно было поговорить с кем-то из них. Вот с тобой, наверное, да? Кто ты? Геральт. Ведьмак. Друг. Это мы еще посмотрим. А я с кем имею честь разговаривать? Лойза. Я говорю от имени дровосеков. Я бы хотел поговорить. Продолжай. Так. А был ли здесь до меня еще один ведьмак? Его звали Берингар. Какой-то ведьмак приходил. Он даже согласился выполнить работу, но с тех пор его никто не видел. Знаешь, что с ним случилось? Нет. Но через несколько дней приходили тут. Искали его. Кажется, он не только от нас убежал. Ясно. Но это не все. Продолж. Вы занимаетесь вырубкой леса? Нет. Дятлами и караедами. О, боги. Разумеется. Мы же лесорубы. Работаете на себя или на кого-то другого? Мы работаем на себя. Хотя иногда берем заказы от богатых купцов. Вроде Лиуа Ардена. Такие заказы дают нам работу на много недель. Деньги хорошие. Ясно. Я так понимаю, главный тут ты. Этим ленивым сволочам повезло, что я за ними приглядываю. Без моего руководства они бы даже до сортира не дошли. Кстати, видишь этого с усами? Он так и не научился. Вижу, ты их держишь в ежовых рукавицах. Тут столько опасностей. Разумеется, нужна дисциплина. Да, у меня суровые методы, но это лишь для того, чтобы все они смогли вернуться к женам и детям. И большая часть вернется. Хорошо. Есть работа для меня. У вас есть работа для ведьмака? Несмотря на все опасности, мы справляемся. И звери оставили нас в покое. Значит, ничего? Ну, может быть, работа для того, кто умеет рисковать? Не понял. А-а-а. Если сможешь собрать цветы на болоте, мы оба подзаработаем. Я буду ползать по грязи и сражаться с монстрами, а прибыль мы поделим пополам? Ты не знаешь, как выглядит двустрел и кому его можно продать, а я знаю. Ладно. Ладно, поиграю в травника. Прекрасно. Цветки двустрела похожи на цветы мальвы. Они растут редкими пучками по всему болоту. Продать их можно паромщику на пристани. Если не сможешь ничего найти, спроси ребят, которые живут на болоте. Может, у них со зрением получше, чем у тебя? Хорошо. Отнесу эти цветы паромщику, как только их найду. Пять цветков двустрела, да? Хорошо. Слышь, это все? Я должен был... И что, у тебя с этим проблем... Понятно. Продал... Не, не, не. Вы занимаетесь... Ну, блин, это все. Они мне больше ничего не скажут. Окей. Так, двустрел аж там, да? Ну, хули, пошли туда. Какая разница у меня? В принципе. Все равно колешу по этому болоту, как... Как не в себя. Пиявки! Ненавижу их! Костер, корзины. Смотрите, а тут никого нет. Так. Может, до конца идти? В принципе. До конца деревни, чтобы... Хотя, я думаю, тут я смогу перейти. Почему нет? Там какой-то трупак. Может, что подвернется. Сойдет. Големы, стойка, костер. Помню я эти стойки, конечно. Но как его заставить работать... Вот это... Другое дело. Я не помню. Так, хорошо. Тут где-то растет... Двустрел. Но тут и утопцы водятся, в принципе. Давай, пацаны. Ну, тут полно этого двухстрела, в принципе. Сифирот слился все близко. По древней магии все еще действует. Конечно, действует. Вот это он, да? Тут яркий такой цветок довольно. Раз. Ого. Плавуны наркоманы. Да, блядь, ты бей. Ну, нахуй, заебал. Какой-то... Какие-то они странные. И все, хорош уже. Сдохли уже все. Плавуны. Так. Похоже, это здание обрушилось само по себе. Болото не лучшее место для подобных строений. Согласен. Сколько тут еще, блин? Собирайте. Труп охотника. Кто? Утопите плавун. Плавуны мощнее, чем утопцы. Так, труп девушки. Золото, игрушка. Так, колечко. Колечко с камушком даже. Это хорошо. Этих языков там наберу, блин. На года три вперед. Давай. Давай, на выход. Хорошо. Чемилиция, игольчатый мирт, костер. Башня. Башня там. Башня там. Пошли туда. Блядь. Башня там. Пошли туда. Блядь. Да, блин. Ну все, забрызгало. Сто процентов. Такс. Хорошо. Сколько я там собрал тех двустрелов? Прикиньте, девять штук. Что за говно, а? Разведчик. Ага, понятно, весь в говне. Опять же. Мне бы похилиться чем-то. Эм. Ну таки чо, хавай. Такс. Это все, я думаю, так. Ладно. Сохраняемся и поговорим со сквейтарелями. Почему бы и нет. Люди и чужаки, мы отвоюем мир, который когда-то принадлежал нам. Хорошо. Молодец. Красавчик. А воин сквейтарель, воин сквейтарель, разведчик сквейтарель. Сквейтарель, сквейтарель, сквейтарель. О, двустрел. Я же достал 10 штук, ну. Че, оно не прокнуло, что ли? Сколько мне их нужно? Контракт на волков. Обелиски. Подозреваемый. Это по кому? По Левуардену. Таинственная башня. Осталось еще два. Секреты визимы. Обелиски. Все десять. Это понятно. Ясно. Ладно. Не важно. Воины, разведчики. Тут всякие разные. Но полезных нет. Так, ну давайте я у вас часочек посижу. О, новые таланты. Тогда даже прокачаюсь. У меня есть... Новый скил. Новый скилл это хорошо. Но качать его не стоит, явно. Такс. Ловкость вся. Я даже, честно говоря, и не знаю. Ого! А, действует только если противник ослеплен. Ну да, это херово. Это под воспламенение. А групповой стиль тогда под шо? О, вот это удобно, в принципе. Но это не урон, это говно какое-то. Так, тут все вкачано. Вот так сделаю. Чтобы было удобно. И, в принципе, все. Давайте-ка вот к следующему рассвету. Я уже полностью восстановлюсь. Передохну немножко. И можно будет идти дальше. Разведчик, воин. Но нету именных персонажей. Есть только такие. Неписи без имен. Лагерь нелюбей. Разрушенная башня. Да мать твою нахер. Вот посмотрите, я даже отпрыгаю, и все равно она меня достает. Конченая херня. Сколько там АУЕ, блин. Да, пошли. По этим мостикам. Плавны пиявки, блять. Фу, говно. Не, так лучше. Что ты, блядь. Это какой-то заколдованный, блядь. Его меч не берет, понимаете? О, что это такое? Как эти, блядь, уёбки могли снести мне столько здоровья? Тут по-любому надо постоянно за бафаным с ласточкой ходить. Потому что это ж, это ненормально. Так, чё, есть? Смотрите, нету. Я уже какой-то третий, блядь, или камень встречаю тупо, где нету у меня этих сифиротов. Хотя мне не хватает только две штучки. Он меня еще и атакует, блин. Вообще офигеешь. Мало того, что я его рублю, так он еще меня рубит. Но, жестко тут на болотах. Тем более без ласточки. Заперто, само собой. Понятно. Так, что у нас по планам-то? Каменный голем. Я не знаю, как его активировать. Болото у меня разведано полностью, да? Получается, да. Так. Ну, пошли сюдой. Ага. Пошел сюдой. Красавчик вообще. Молодец. Это обелиск, который я уже пробовал, да? Да. К сожалению, не работает. Абсолютно насрать, что там с них упало. Даже не хочу туда идти. Так, и куда это я пришел? Судя по всему, к дедушке. Да. Неплохо. Дедушка. Может, ты мне что расскажешь? Полезная. Ты мне уже один раз помог? Ты, бле. Так. Заткнись, сукин ты сын. Заткнись, сукин ты сын. Ты, бле. Нет. Почему? Мы сам спр... Да. Не надо. Как раз на люды. Как раз на люды. Желистое и жесткое мясо. По правде говоря, я только один раз попробовал, и я не уверен, что это был краснолюд. Я за это мясо с утопцем подрался. Мне достался кровавый шмат, который узнать уже невозможно было. Достаточно. Как хочешь. Ты стареешь. Ну, ты мне ничего особо такого не... Да самое, не предложишь. Я так понял, да? Какие задания есть? Давай смотреть. Ведьмачьи секреты. Понятно. Контракт на Альгулей. Да, блин. Найди, попробуй теперь их. Жану Пьеру за вознаграждением. Это волки. Хорошо. Найдем. Сдадим, точнее. Нужно достать для Калькштейна кровь трех гулей. Нету. Войти к Зигфриту за вознаграждением. Успеется. Мне необходимо добыть для садовника три корневища эхинопсов этих хреновых. Так, нужно найти противника посильнее. Это кулачный бой. К Шане обратиться. Не знаю зачем. Вечером зайти в таверну и отдать вино. Да. Обелиски. Ясно. Зайти в таверну. Нужны доказательства. Я должен... Расспросить Калькштейна. Калькштейн, сука. Сыграть с садовником тоже хорошо. Под кудлатым мишкой уже три квеста. Так, надо расспросить про Берингара будет. Так, подождем Рэймонда. Еще два. Сюда я должен отнести цветы двустрела паромщику. Сам должен попробовать поискать слюни. Ну, охуенно ты все придумал, конечно. Особых каких-то зацепок нету, поэтому, судя по всему, мне придется возвращаться в город. Туда аж в таверну под кудлатым мишкой. Я ничего особо такого не нашел, кроме еще одного сифирота. Вот в той пещере. Но мне надо будет продать вот эти вот вещи новые. Ну, то есть топор. Так, а сюда я смогу поставить этот последний этот камень? Сифирот. Мать тебя, так. О, аллилуйя. Так, ну давайте-ка еще спросим эту бабулю, где она тут. Что это было? Васка. Кирпичники, кирпичники. Что, нету, да? Васка. Может, ты мне что расскажешь, нет? Ёпта. Влад. Давай обсудим работу. Эм, подожди. Что, продаешь? О, тут и берешь алкоголь у нас. Основа для эликсиров не продаю. Выдержанное вино. Вот это можно продать. И вот это можно продать. Под слабоалкогольное вообще не пью. Ну, вот как-то так. Да? Теперь и че. Ведьмак Берингар, расскажи. У меня здесь был еще один ведьмак, Берингар. Он. Он задавал странные вопросы. Про алхимию. И бродил у башни волшебника. И его послал алхимик Калькштейн, без сомнения. А потом мы наткнулись на его окровавленные вещи в глиняном карьере. Спасибо, Васка. Белоносый. Я видела следы битвы. Но тут не было монстров. Только люди. Злые люди из пустых земель. Огненные ящерицы. Не попадайся им. Ты мне нужен живым. Понятно. Мы можем поговорить. Калькштейн из Вазимы. Алхимик. Говорит, что вы знаете что-то о башне мага и страже. Давным-давно могучий колдун жил на болоте. Он искал одиночество. И его ученик был его единственным спутником. Все изменилось, когда в его жизни появилась женщина. Начало как сказки. Но конец как в жизни, ибо это была злая женщина. Ну, предсказуемо. Он тратил свое сердце себе на горе. Он выполнил все ее прихоти. Она использовала себе на благо его могущества. Кто была эта женщина? Неважно. Я слушаю. Слепая любовь сотворила для мага гибель. Он призвал силы, которые не мог контролировать. Он умер. И башня его обрушилась. Прекрасная история. Но что же со стражем? Любовница мага была наделена силой. Она могла предрекать судьбу, и маг подарил ей колоду особенных карт Таро. Согласно ее пророчествам, он изобразил события будущего на каждой карте. И? В жилище мага охраняли големы глиняные великаны, которые трудились без устали. Те, что пережили ярость времени, остались на кладбище, где они, лишенные жизненной силы, омываемые дождями, стоят неподвижно. Один из них охраняет башню? Да. Самый могучий голем был привратником. Сторожил вход в жилище мага. Одна из карт Таро башня показывает, как голем будет возрожден в будущем. И это вновь откроет башню. Возьми эту карту. Мне она больше не нужна. Внимли мне. Ибо через меня говорит предание. Так, я должен расспросить Калькштейна. Вот, это уже хорошо. А какую работу-то? Давай обсудим. Ты должен помочь. Один из наших детей пропал. Этот мальчик путался у всех под ногами. За тобой тоже бегал, но всегда возвращался до сегодняшнего дня. Найду. Может быть, его съели водяные твари? Богохульство! Да ладно. Ладно, я поищу мальчика. Так, хорошо. Я должен расспросить друидов о пропавшем мальчике. Расспрошу, без проблем. Так. Но по-любому не нужно возвращаться... Ой, не туда. Или туда. Мне нужно возвращаться в город. Так, отвалить. Джон Пьер. Для тебя есть шкурки. В чем где? Я пришел по объявлению. Наконец-то! Достал шкуры! Да. Да. Вот десять волчьих шкур. О, боги! Отлично! Титул королевского и гермейстера у меня в кармане. А если нет, я всегда могу стать наемником. Так кем был этот... Старый Лео был легендой. Смотреть, как он работает, было одно удовольствие. Чем-то он был похож на тебя, ведьмак. Он тоже убивал без эмоций, без гнева и без печали. Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев. Он был лучшим. Высокий, поджарый, и эти невероятные глаза. Один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека. Он был магом? Нет, обычным человеком. По крайней мере, физически. Он убил несколько ведьмаков, тех, которыми были недовольны крестьяне. Ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки, ничто по сравнению с его мастерством. Но он мертв. Ты сам сказал, ему попался более сильный противник. Да, так что, ведьмак, береги себя. А, получительно. Повещай. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Продолжим уже в следующей серии. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых видео. Всем пока.